Всем привет! Сегодня мы поговорим про фашу. Фаша покрывает 90 процентов нашего тела и наших органов, не покрывает только сердце. Мы об этом уже разговаривали. Как определить, в какую сторону нужно направлять нашу фашу. Фаша покрывает, как я и сказал, практически все. Если вы покупали когда-то мясо, вы постоянно пытаетесь отрезать эту белую прослойку, чтобы ее выкинуть, потому что она не пережевывается. Это тендены или фаша. Теперь смотрите, очень просто определить, как мы определяем, в какую сторону нужно направлять нашу фашу. То есть опускаем руку, например, вот смотрите, я поставил руку на обе стороны нашего грудной части и пытаюсь направить вниз. То есть у меня, я чувствую стена, она никуда не идет. Моя рука, вот видите, она начинает упираться во что-то. Теперь я направляю влево, вправо, в мое право, в мое левое и его право. И немножко тоже чувствую restriction. И я больше чувствую в правую сторону, а в левую сторону мою правую и его левую. И пытаюсь наверх. Наверх немного легче. Смотрите, оно немножко двигается, фаша сюда. То есть, так как у нас кайфоз и, скорее всего, происходит на правой стороне, нету дыхательных, наша правая, наша левая сторона не дышит, то есть моя правая, его левая, то, скорее всего, мы будем расслаблять фашу вот в этом месте. Это называется skin rolling или по-русски это не знаю, это прокручивание кожи. skin rolling. То есть, смотрите, что мы делаем. Смотрите, что мы делаем. Мы пальцами, мы немного намазали масло, конопляного масла, и вот таким вот образом мы направляем вниз и потом немного вправо. И я потом покажу эффект на левой стороне и на правой стороне. Сейчас мы разрабатываем левую сторону. Если он чувствует такой немного пинч, то многие люди очень это болезненно воспринимают, поэтому всегда спрашивайте вашего клиента, какие ощущения? Это больно? Нет. Ты чувствуешь какой-то такой, как это объяснить? Пощипывание. Ну да, это как, вы помните, в детстве делали крапивку и потом, если честно, рука намного приятнее и больше. Вот видите, кровообращение. У нас тут доцент лежит. И вот теперь, что мы делаем, это и такими вот твистами, скручиваниями мы продолжаем. То есть, вправо, влево. И теперь буквально мы поработали 30 секунд и посмотрим, как у нас работает. И теперь посмотрите, у нас нету больше этого барьера. То есть, и наша кожа двигается во всех направлениях кожи и мышцы. То есть, все. Теперь мы посмотрим на левой стороне. Смотрите разницу, как я могу далеко зайти здесь, и как я не могу вообще активировать тут. И даже, возможно, может у нас улучшилось дыхание. Попробуем подышать. Ага. И я даже чувствую, на самом деле, что реально грудная клетка стала подниматься лучше. И обязательно надо сделать нам вторую часть. То есть, вниз и вправо, влево. То есть, в его лево, мое право. Делайте медленно. Я показываю в целях видео, чтобы сэкономить время, я показываю быстро. То есть, выделать медленно. И, конечно же, прорабатываем ламином грув. Поэтому, применяйте фаша после того, как вы проработали мышцы, активировали или мобилизовали. Обязательно работайте над фешей. Не забывайте работать над фешей. И все будет хорошо. Оставайтесь здоровы.